Друзья, попрошу вас не перематывать и досмотреть до конца. Меня зовут Денис и я хочу вам порекомендовать подписаться на мой кулинарный канал Рецепты от Дениса. На моем канале я буду с вами делиться самыми простыми рецептами. Мы будем с вами готовить из всех продуктов, которые есть у вас в холодильнике каждый день. Друзья, поддержите наш канал подписки и готовьте вместе с нами. Ссылка на канал в описании под видео. Также я хочу вам порекомендовать подписаться на наш инстаграм-эккаунт. Здесь вы сможете увидеть самые классные фото, которые мы здесь оставляем. Жду вас у себя в друзьях. Российская певица Надежда Бабкина вспомнила о своем восхождении на Олимп. 71-летняя народная артистка России Надежда Бабкина поздравила с днем рождения свою коллегу и подругу, композитора Лору Квинт. По словам артистки, она помогла ей первый раз выступить сольно и поверить в себя. После этого ее жизнь стала совершенно иной. Надежда Бабкина рассказала трогательную историю, которая связывает двух женщин. Однажды она распустила свой ансамбль и возглавила жюри на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Условием для этой работы было сольное выступление артистки. Но в то время Надежда Бабкина еще не обладала таким опытом. Она выступала со своим ансамблем. За два дня до мероприятия Лора Квинт предложила Надежде Бабкиной спеть новую песню «Белым-белого одиночку». Артистка решила рискнуть и согласилась. Тогда за ночь они шили ей платье и достали сапоги казаки. Но когда Бабкина вышла на сцену, то чуть не лишилась чувств при виде многотысячной аудитории. В глазах потемнело, зазвенело в ушах, вспоминает артистка. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.